все чувака в доме грохнул там и квест есть но там какой-то говно с этим часами я чуть-чуть обосрался я не могу он меня блять запрессовал он сам себя раздавил своим грузовиком он вышел из грузовика убил меня и раздавился и попал под свой грузовик вы блять нам мешать засорять эфир будете долго еще на я на рефлексе уронил его чуваки тут еще один а у меня на рефлексе поймал я на рефлексе от полз там ползает все хорошо нет но я думал что они привыкли уже к этому всем стоять это археич спонсор сегодняшнего выпуска я говорил вам что такое безумие безумие это то сколько вы получите подарков на новеньком и блестящим сервере и фнир открытым для археич буквально вот только что он как и все остальные русскоязычные серверы работает без перебоев и выходных на ифнире вам придется спасаться от подарков создаете нового персонажа держите сундук с хабаром для комфортного старта в нем вы отыщите летный транспорт питомцев и даже целого медведя в броне который в случае опасности схватит вас за шкирку и унесет в безопасное место руны опыта благодаря которым можно пройти начальные уровни в два раза быстрее эликсиры с прочими зельями свитки и другие расходники для вашего попаданца и его археич предельно бесплатно по ссылке в описании станьте первооткрывателем сервера и фнир и получите уже наконец все свои подарки с этим чертовым бронированным медведем никогда 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 сейчас сейчас курите пока сейчас я приду а то вдруг я вас разобью тут немножко да я так у меня уже начало накрывать спутники чете температура у меня рука начала дико болеть после первого залива в адске болела вся рука что не нужно как будто начиная с плеча и по дологте но такое ощущение больше меня ёбнули по этой руке с ноги даже они они обманывали такое ощущение как будто ты был на митинге но это генетическое воспоминание что-то ненавидел оппозицию чтобы ты запомнил ладненько пошел я давай давай мать свободно 1 или 5 это я с этим я поиграю с чувством отвращение к себе просто переступая наступающего ой-ой-ой бля пиздец как меня наебываю про есть охуенное где-то на youtube и запись где вот под фразу type trust me i'm a пайлот, я выпиливаю в Дейзи самолётом 8 человек, которые внутри сидят, потому что я нажимаю не ту кнопку, и они, ну, типа, погибают при взлёте. Потому что мы часа полтора этот самолёт пытались, то отбивались от зомби, то ку-то собирали его, то чинили, потом по нам стреляли. Ну, короче, классика. И потом на взлёте я слишком сильно тяну мышку, а его просто разбивает. Как в Дейзи. Опять, когда у тебя в пати из 8 человек оказывается какой-то 9-ый, никто не знает, кто это. И никто не отзывается, можно ли по нему стрелять. Или нельзя. Блин, какие охуенные времена были. Когда я помню, мы тоже несколько часов собирали какой-то вертолёт по кусочку, пришёл какой-то чувак, сел в него и улетел просто. И пока мы обсуждали, кто это, и кто заводит вертолёт, откликнитесь. Почему-то без микрофона оказалось, что это вообще не наш. Ой, бля, так же, как пришёл какой-то негр, ну, в скине негра, и из пистолета поубивал половину отряда в упор просто пока мы думали, ну, эээ, это шутки, прекратите, ребят, хватит. Он просто стоял и стрелял по блядь в упору людей. Мне кажется, плутать можно идти в внутреннее помещение. Тут скучно. Пиздец. Тут скучно. Давай возьмём корону, пусть она тикает, а мы полутаем. О-о-о-о-о, всё, короче, полетай. Ну так, прикольно. Скучно. Да, да. А, так это не RPG был? Вертолёт взорвался. Только в даунтаун не идти. Ну, я слева облечу ня-ня, я просто не хочу попасть умереть об зону. Видишь туда самое место в город Даунов. Ну да. Я мэр. Я губернатор Даунской области. Бубернатор. Губернатор. Вы мне не указ. Я здесь в сласть. В сласть. Бульбулятор. Я тут в блядь. Там, где это лицо, там, мать его, сласть. Блядь, это короткая штучка выпала, как членка стена. Из твоего ануса. Да. Я просто бежал. Мелочи приятны, да? Чудовищно. Слова твоей подружки. Слова твоего парня, когда он увидел твой хал на моём члене. Блядь. Куча. Сделать. Ебану. Градусы выше. Гниланды. Блядь. Минус 20, обильный снегопад. А что у вас? Как там, Саняк, в Челлаше? С погодой. Ну, как в Москве примерно. Тоже хуяво. Судя по словам Пети, там вообще пиздец, блядь. Ну, вчера вот, я сейчас не выглядывал. То есть, я-то вечер не выглядывал, но днём снегопад был, и вчера был. Я не знаю, почему Гозлов выглядывает, почему пстак из-под подоконника подпрыгивает. Блядь, я хотел сказать, как в том меме, но ты решил немножко добавить офенсив юмора. Блядь, какие умры, да. Ой, у меня, у меня здесь, блядь, они в комнате. Они в комнате по углам. Крысы плюшевые. В каждом углу по человеку. Там, в та комната, где я умер. А где, блядь, ты умер? Внизу? Сам внизу? Первый этаж под вами, да. В каждом углу люди. Кидайте, есть что? Оглушалку или что-то там. Блядь. Одного намотал. Один повалил. Он вон за, блядь, хуйней гнохнул. Да, блядь. Один поваленный. Все. Красавчики. Расскажи, как у тебя в школе какого-то чувака придушили. У нас был, типа, ебанутый какой-то чувак, который, ну, прям, клинический ебанавт какой-то дурак. Ну, совсем дурак. Там смешная цепочка событий. Он в каких-то совсем начальных классах попиздился с чуваком, который был абсолютно нормальным. Сделал тому сотрясение мозга и тот тоже стал дурак от этого. Ну, такой, типа, неуправляемый. Ну, типа, да, в армию свой ебанок. Ну, причем он такой, знаешь, прям, ну, неуправляемый, никого не слушался, там, всех нахуй слал, типа, учителей, родителей и все прочее. А? Подобный был. Ну, вот, причем он реально был до этого абсолютно нормальный, а потом вот просто вот башкой его приложили, он стал дурак. Вот. И вот он уже, уже в средних классах, ну, типа, классе в пятом это было, ну, что-то пиздился с каким-то одноклассником и придушил его сильнее нужного. Вот. И тот что-то начал хрипеть, отъезжать. Ну, он, естественно, не умер. Ничего с ним не было просто. На скорую его увезли, сказали, что у него там какая-то хуйня, растянутые какие-то связки. Ну, короче, иди, эту самую. Иди погибли. Ну, этого чувака выкинули, по-моему. А может, я уже путаю, может, это вообще другая история. Может, Петю выкинули в итоге. Может, да, это я был дурак. И мы остались. И сам себя душил. Как Карадайн. Как класс заходит с утра в кабинет. Там Петя на чулке. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...